Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как и всегда, прошу несколько минут вашего внимания, чтобы проанализировать тот новостной фон, который сложился за последние торговые сутки. Сегодня мы завершаем не только неделю, но и по сути и апрель месяца. Следующая неделя у нас уже, собственно, первая майская. Мы вправе рассчитывать на поступление целого блока сильнейших макроэкономических отчетов по СССР, потому что, если смотрел кто-то, содержание экономического календаря, non-farm pearls – это те релизы, которые нас ждут. Напоминаю, что мы постепенно приближаемся к следующему заседанию американского регулятора, где, разумеется, будут приниматься решения по процентной ставке. И статистика, которую мы анализируем в последнее время и продолжим анализировать, она является самым настоящим, предопределяющим, фундаментальным фактором для того, чтобы ФРС либо повысил процентную ставку, либо принял решение сделать это позже. Но хотя, если говорить про доллары и те действия, которые могут быть предприняты, собственно, американским регулятором, у нас нет сомнений в том, что ФРС пойдет как минимум на два повышения процентной ставки в этом году. И это не только мое мнение и моя позиция, это, скажем, консенсус прогноза всех аналитиков, которые разделяют как оптимистов, так и скептиков. То есть это средний уровень. Есть оптимисты, которые верят в четыре повышения процентной ставки, есть пессимисты, которые считают, что максимум, ну, увидим только один шаг в нормализации денежно-кредитной политики. Я считаю то, что два повышения, они вполне возможны, вполне вероятны, со всеми вытекающими отсюда последствиями для доллара. Но к доллару мы еще перейдем. Не забывайте, что этот актив является для нас центровым, потому что видим, как американец продолжает влиять на все инструменты, которые представлены на рынке Форекс. Ну, начнем, давайте, как всегда, с рынка нефти, тем более, что та динамика, которую мы видим сейчас в рамках активов Brent и WTI, она полностью соотносится с нашим медвежьим видением. Коротко, что Brent снижается 51.01, это минимальное значение прошлой торговой сессии. Не 50, не наша цель еще, но видим, как полномерно к ней идем. Да, преодолеть такой психологический рубеж, насколько, возможно, и не удастся Brent. Но у нас есть еще козырь в рукаве. Этим козырем является статистика Baker Hughes, количество нефтяных терминалов, которые специализируются на сланцевом разведывании. Сегодня этот релиз выйдет в 20.00 по московскому времени. И мы помним, что, исходя из прошлой оценки, у нас был показатель 688 штук терминалов, которые работают, качают нефть, увеличивают объемы добычи и являются причиной сохранения опасений в отношении того, что рост производства нефти в штатах останется основным медвежьим сигналом и фоном для всего рынка черного золота. Потому что те цифры, которые мы получаем по штатам, статистика и представление о том, что будет дальше, является главным компенсирующим фактором, нейтрализующим действие, если оно и было вообще положительного характера, по ограничению производства нефти странами ОПЕК, а также другими регионами, которые поддержали инициативу энергетического пакта. Несмотря на то, что лично я устал уже обсуждать возможность и вероятность продления этого соглашения до конца 2017 года, мне приходится это делать, потому что я хочу еще раз обратить внимание оптимистов на то, что этот фундамент не стоит переоценивать. Потому что, ладно, если бы мы были на пороге действительно первого за много лет соглашения, еще питали некоторые иллюзии и надежды на то, что эта всеобщая инициатива станет возможностью для разрешения проблемы с переизбытком и обозначения дефицита. Но у нас уже есть опыт, друзья, это опыт действия первого, собственно, этапа соглашения на первые полгода 2017 года, и эта сделка, она ни к чему не привела. Мало того, что сокращение производства 1,8 миллиона было недостаточно, так мы уже неоднократно получали сигнал о том, что не все регионы чистоплодные в соблюдении взятых на себя обязательств. Поэтому я хочу не то, чтобы переубедить, я хочу обезопасить тех трейдеров, которые еще верят в бычьи перспективы этого актива, считая, что рынок нефти вернется в суперцикл высоких цен. И убедить в том, что на самом деле сейчас как никогда на рынке столько фундаментальных факторов, которые нельзя игнорировать и не стоит. Нужно просто принимать решение, отказываться от длинных позиций, долгосрочно вставать в короткие позиции, в короткие сделки, потому что нефть на грани того, чтобы переписать вот этот психологический рубеж в 50 долларов за баррель. Вчера, собственно, трейдеры отыгрывали не только статистику прошлой по увеличению добычи нефти в Штатах, прежние опасения, но еще и другой новостной фонд. Вот давненько мы с вами не обсуждали Ливию, так вот, один из основных, а кто-то считает, что основной нефтяной хаб Ливии Шарара сейчас полностью возобновил прежние объемы и темпы добычи после последних боестолкновений. Поэтому Ливия, как в конце 2016 года мы обозначали три региона, которые подорвут все положительные действия ОПЕК. Это Нигерия, Ливия и США. Вот помимо Соединенных Штатов Америки мы сейчас можем уже плюсовать и класть на чашу весов фундаментального негатива по нефти и Ливию, понимая то, что дополнительные объемы добычи и производства будут еще одним сигналом для того, чтобы продавать долгосрочно стоимости углеводородов и в целом ставить на коррекцию энергосырье. Сегодня, кстати, истекает июньский контракт. Я думаю, что в связи с этим мы можем рассчитывать на повышенную волатильность. Дать что-то Беккер-Хьюз еще, в принципе, много времени. Вот 20.00 по Москве он выйдет. До этого мы сейчас видим то, что котировки не все растут. Но, как показывает, опять же, практика торговых, последних торговых сессий, настроения очень быстро могут меняться. И, несмотря на очень хороший бычий запал, который формируется в течение дня, к концу торговой сессии, либо с открытия следующей, на рынке снова могут начать активно доминировать медведи. Традиционно мы с вами отыгрываем статистику Беккер-Хьюз уже на следующей неделе с понедельника. Может быть, то же самое произойдет и сейчас. Самое важное, что я хочу отметить, друзья, у нас на этой неделе накопилось еще больше негативных факторов. На следующей, я думаю, что у нас будут новые прогнозы Администрации аналитической информации по добыче нефти. Я напоминаю то, что две недели назад Администрация аналитической информации прогнозировала, что в мае объем сланцевой добычи в США увеличится на 123 тысячи баррелей в сутки. До пяти, по-моему, двадцати пяти. Это максимум за много-много лет. Опять же, доказывают все те самые выводы, которые мы с вами уже делали заранее. Поэтому сегодня я рассчитываю на то, что снижение нефти продолжится, хотя не особо расстроюсь, если нефть закрепится и на положительной территории. Потому что на следующей неделе я практически не сомневаюсь, что мы снова вернемся к нисходящей динамике. Знаю то, что в понедельник праздничный день. Возможно, многие уже настроились на соответствующий лад. Хочу просто предупредить, что в понедельник я, как и всегда, в строю в 9.30 по Москве милости прошу на брифинг. Буду рад вас всех видеть. И, соответственно, в 16.30 еще пройдет наш традиционный вебинар в правильный понедельник, где мы еще раз разбираем основные фундаментальные события. То есть, если будет у вас возможность присутствовать, приглашаю. Если нет, тогда по возможности посмотрите запись. Рубль 57 здесь тоже еще одна причина для более лучших настроений. Потому что мы, наконец-таки, увидели более-менее логичную реакцию российского валютного актива на то, что происходит на рынке нефти. Но я еще раз обращаю ваше внимание, что, скорее всего, настоящим бараховым зарядом для динамики рубля станет тестирование поддержки по бренду 50 долларов за бар. Соответственно, вот лично мой субъективный подход и мой прогноз, как только мы пробьем эту планку, российская валюта очень быстро улетит выше 58, 50 и даже 59. Ну, проверим, как будет на самом деле. У рубля сейчас нет поддержки, налоговый период уже позади. Поэтому сейчас приходится считаться с реальностью, связанной с актуальными ценами на топливные ресурсы, столь важные и ключевые для российской экономики. Нужно, конечно же, можно обращать внимание и на прочих фундаментах, но если вы любите копаться в статистике по России, думаю, что не станете спорить со мной то, что и там дела не такие уж и хорошие. Доллар японская иена. Налоговая реформа, в частности, котировки 111.14 практически точно такой же уровень, как мы наблюдали днем ранее. Основным фундаментом для бакса сейчас является все-таки представление плана налоговой реформы. Пусть на рынке много сейчас негатива, связанного с этим. Мы вчера говорили о том, что есть скептики Долларова, которые считают, что конкретики не было по этой реформе. Есть те, кто считают, что эта реформа не будет одобрена в Сенате, поэтому дальше плана, дело не пойдет. Есть те, кто считают, что ее точно, собственно, забракуют, потому что Трамп вроде бы как и дает эти стимулы для бизнеса, создает невероятно комфортные условия для осуществления своей корпоративной хозяйственной деятельности, но не отвечает на вопрос, а где же тогда взять деньги, которые явно потеряют бюджет и без того находящиеся в состоянии дефицита. На этот вопрос действительно ответа нет, потому что считается, что американская экономика после этой реформы будет не досчитываться больше полутриллиона долларов. Колоссальные, конечно же, деньги. Но отвечать за Трамп на этот вопрос не обудем, думаю, всему свое время, как только он сочтет необходимым отдать конкретные сигналы, где будут, собственно, вот эти компенсирующие факторы для бюджета и в каких статьях мы вернемся к этой теме и тоже порассуждаем и пообсуждаем. Еще раз повторяюсь, то, что налоговая реформа, на мой взгляд, это хороший убедительный стакт того, что Трамп все-таки помнит о том, что он говорил. «100 дней президентства» — это не пустой, скажем, термин, для него это хорошо. Это значит то, что в ближайшие дни, может быть, мы услышим какие-то дополнительные сигналы по стимулирующим мерам, возможно, это произойдет уже на следующей неделе. И такой фундамент, я считаю, что мы можем отыгрывать через рост американцев. Поэтому, как и днем ранее, считаю то, что давайте дальше сохранять длинные позиции. Тем более, что мы уже изряд, скажем, понаблюдали за слабостью американцев, тем более, что тогда были для этого предпосылки. Сейчас рынок дал нам очевидный сигнал, что несколько охладел к фактору геополитической напряженности. Ну, тогда не будем мусорить эту тему и мы с вами. Если рынок перефокусировался на статистику ожидания следующего заседания ФРС и на стимулирующие реформы Трампа, давайте тоже пойдем на поводу такого фундамента и продолжим делать ставку длинного характера на американцев против иены. Статистика вчера, заявки на пособие по безработице, 257 тысяч новых обращений. В целом, не буду забивать вам голову статистику, потому что запоминать не имеет значения эти цифры. Важно, чтобы вы понимали, что пока этот показатель держится ниже 300 тысяч, это позитив. Поэтому делаем какой вывод из этого релиза рынок труда на подъем. Заказан товар длительного пользования 0,7% прирост 2,3%. Здесь действительно не дотянули мы как до прошлого значения, так и до прогноза. Если посмотреть на заказы товар длительного пользования без учета транспортных расходов, может быть, согласен, что это более объективные показатели. Здесь статистика еще хуже. Не буду, скажем, принижать значимость этих данных, не буду сейчас делать акцент на позитив там, где его нету. Признаю, что статистика плохая. Но и также добавляю, что одного релиза явно недостаточно, чтобы сломать тот позитивный тренд, который был сформирован на рынке стат данных. Поэтому давайте благополучно забудем прошлый релиз по заказам товара длительного пользования. Будем готовиться к non-farm payless на следующей неделе, к сегодняшним еще данным по ВВП, и настраиваться на то, что эта статистика уж точно не разочарует. Напоминаю, что сегодня есть ли у нас предпосылка увидеть более-менее сильный отчет по темпам экономического роста? Конечно же, есть. Обращаю ваше внимание на последние показатели активности в производстве, в сфере услуг и по рознице. Может быть, показатели не дотянули до прошлых значений, но они все равно уверенно держатся на положительной территории, а по некоторым параметрам произошли даже прогнозные ожидания. Поэтому думаю, что сегодня ВВП будет более-менее неплохим, и надеюсь, что пара доллара и японская иена сможет закрыть сегодняшнюю торговую сессию выше отметки 111.50. Фонд против американца. Сегодня также ждет статистику по ВВП. Сегодня, в принципе, день ВВП такой. Здесь уже обратный расклад. Если анализировать компоненты, которые являются определяющими для экономического роста, это активность потребителей, состояния промышленности и сектора еще недвижимости и строительства, то последние отчеты были исключительно плохими по Англии. Поэтому, логики ради, я сегодня делаю ставку на то, что ВВП окажется хуже от прошлого значения, возможно, даже хуже прогноза. Соответственно, фонд, который сейчас против доллара торгуется практически на максимальных уровнях, с тех пор, как Тереза Мэй сообщила о проведении досрочных парламентских выборов, сейчас котировки 1.29.10, возможно, упрется в свое сопротивление уже буквально на значениях рядом с текущими и начнет корректироваться. Но это, скажем, такой поверхностный взгляд на то, что может произойти. Я предлагаю поддержать все-таки паузу и сегодня по фунту, а то, как им торговать дальше, давайте поговорим в понедельник, потому что в понедельник у нас будет уже ясность того, как мы закрыли неделю, как мы пережили целую пятидневку после решения Тереза Мэй о досрочных парламентских выборах и как, собственно, отыграли данные по ВВП. Хочется и мне уже торговать британцам, потому что, полагаю, что текущие значения уже являются экстремными локальными, с которых можно получить наибольший профиль, если поставить на коррекцию, но пока что боязнь. Давайте поговорим о пункте в понедельник. Доллар-франк сегодня очень интересная валютная пара, потому что буквально через несколько часов, а точнее через, даже не часов, через час-пятнадцать состоится пресс-конференция Джордана, которая возглавляет Национальный банк Швейцарии. Не сомневаюсь, что он в очередной раз делает акцент на проводимые валютные интервенции, а если попробовать оторговать это событие, думаю, что пара доллар-франк до конца сегодняшней торговой сессии получит хорошую возможность, чтобы вернуться выше паритетного значения. Доллар-канадец. Здесь очень много рисков, очень много опасений для канадской экономики, связанных с усилением протекционистской активности президента Трампа и администрации вообще. новоиспеченного президента. В данном случае, какой фундамент мы с вами торговывали до этого? Это неожиданное решение Трампа о получите экспортные пошлины на древесину из Канады. Это возможное, еще не подтвержденное, хотя сейчас уже говорят на рынке о том, что США отказался от этой инициативы, но я бы пока не торопился делать такой выход США из торгового соглашения НАФТА, тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями для показателей торгового баланса тех регионов, которые сотрудничают по торгово-партнерским связям с Соединенными Штатами Америки. Это не только Канада, это Австралия и Новая Зеландь, если говорить про развитые рынки. Канадец снижается, на Канадца оказывает давление еще снижение цен на нефть и, конечно же, статистика, вот вы помните последние роничные продажи, которые просили нам целых 0,6%. Не забывайте про оппонента Канадца доллара, который получил достаточный заряд, который пока не очень отыгран в американстве, но этот заряд очевиден. Это решение и трамповская инициатива предложения плана по налоговой реформе. Я думаю, что этот фундамент создаст очень хорошие условия и преимущества для деятельности американского бизнеса, что еще больше повысит вероятность ужесточения монетарной политики и поддержит доллар. Поэтому, друзья, USDCAD сейчас копировка 1.3636. Если хотите рискнуть, прям очень хочется, на основании того, что мы с вами говорили по нему, тогда покупайте пару. Если хотите подождать, то давайте посадим за фундаментом дальше и поговорим про возможные новые уровни занятий длинной оппозиции уже на следующей неделе. То есть выбор за вами. Новозеландская валюта снижается. Сейчас котировки 0,6876. Примерно минус 50 пунктов еще за прошлую торговую сессию. В целом неделя оказалась очень убыточной для новозеландца. Больше двух фигур. Ну, понятно, на каких рисках. Австралийцы тоже снижаются 0,7470. 4 золота у нас тоже в нисходящем ключе. Я предлагаю в понедельник все-таки вернуться к золотому активу и, наконец-таки, начать торговать и им. И в понедельник нам будет точно о чем поговорить, хотя бы, опять же, после ВВП по штатам сегодня и перед ожиданием non-farm perils, которые выйдут в следующую пятницу. Ну, европейская валюта против доллара. Я специально не стал останавливаться на ней подробнее, потому что евро вчера был героем дня, безусловно. Ну, не то чтобы по динамике, по фундаменту. Но ничего не изменилось. Ставки на прежнем уровне. Европейский центральный банк считает то, что ставки будут листаваться низким в течение более длительного периода времени, остаются адаптивным. Готов ли при необходимости расширять программу количественного смягчения, даже изменять процентные ставки, не в плане роста. Драги в ходе пресс-конференции подчеркнул то, что базовая инфляция находится под давлением рост индекса потребительских цен. Неустойчив, если инфляция просядет, то тогда программа количественного смягчения, если и будет скорректирована, то не раньше конца 2018 года. А пока вводные следующие. 2017 год с вами доживаем с теми параметрами, которые действуют и сейчас. Собственно, как только рынок это услышал и понял, то, что ЕЦБ даже не задумывался о досрочном выходе из программы Q, о сокращении активов и повышении ставок, мы увидели ослабление евро, и, собственно, сейчас котировки по этой валюте 1,0866. Пока не буду отказываться от прежней позиции, которая связана с еще большим ослаблением. Из отчетов сегодняшнего дня. В 11.00 ждем выступления Джургана, возглавляющего Национальный банк Швейцарии. В 11.30 ждем ВВП Англии, давление на фунтов. В 12.00 данные по инфляции, которые могут подкорреть слова Драги о том, что рост инфляции неустойчив. В 15.30 статистика по ВВП. Штатов ждем поддержки для доллара. И в 20.00 замыкает день и всю неделю до отчета BackerQs по количеству негативных терминалов. О нем мы тоже с вами поговорили. Друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube, форума Markets. Что для вас является более предпочтительным и интересным? Там пишите, связывайтесь с вашим персональным менеджером. Я думаю, что и так можно организовать коммуникацию со мной. Я готов отвечать на ваши вопросы, но только, конечно же, если они адекватны. Хотя таких, признаюсь, большинство. Готов делиться мнением по тем активам, которые пока что не подпадают в аспекты тех, которые мы анализируем на брифинге. Собственно, снова с огромным удовольствием приглашаю вас всех на вебинар, который состоится в 16.30 по Москве. Не забывайте, что, несмотря на оправочный день, в 9.30 я вас всех жду через перескоп, в прямом эфире понедельник, чтобы проанализировать столь насыщенный фундамент сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, впереди выходные. Желаю вам их хорошо провести. Эта неделя, в отличие от прошлой, позволяет нам уйти на них с хорошим настроением. Надеюсь, что и через неделю, когда мы будем готовиться к еще более затяжным, длительным праздничным майским дням, у нас настроение будет еще более приподнятым. Я визуализирую насчет этого. И надеюсь, что те оптимисты, которые разделяют аналогичную позицию моей, тоже поддерживают меня в таких вербальных начинаниях. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.